В эфире Омск ТВ новости. Смотрите сегодня. Трагическая случайность или серийное убийство? В Омске погибла еще одна 15-летняя школьница. Круглосуточный риск, а мечи жалуются на постоянные утечки газа. Свежий воздух или автопарковка? Соседский конфликт из-за вырубки деревьев. Новый тренер и усиленная программа. Как волейбольная команда «Амичка» готовится к дебюту в Суперлиге? Вторая смерть за неделю. В Омске погибла еще одна 15-летняя школьница. 27 июля стала известна о пропаже девушки. Она вышла из дома на 4-й кордной и не вернулась. Позже выяснилось, подросток гуляла с друзьями на берегу Ами. Решила искупаться, но не справилась с потоком воды и утонула. Об этом сообщили в полиции. Опасение Амичи вызвал тот факт, что девочку начали искать, хотя ее друзья были свидетелями трагедии. Более того, это уже второе подобное происшествие. О первом телеканале Омск ТВ рассказывал. В Омск из Москвы приехала 15-летняя школьница с родителями и сестрой. 22 июля девушка ушла гулять в парк одна и не вернулась. Ее искали трое суток. Тело возле лодочной станции обнаружил судоводитель. Правоохранители не комментируют слухи и домыслы. Только официальная информация. Возбуждены уголовные дела. Тела переданы криминалистам для экспертиз. Расследование продолжается. Пьяного Амича задержали с применением оружия. Мужчина пытался скрыться от полицейских в Кировском округе. 34-летний водитель иномарки проигнорировал требование остановиться и увеличил скорость. Началась погоня. Задействовав на несколько экипажей дорожно-патрульной службы. Амич совершал резкие маневры. Допускал грубые нарушения правил дорожного движения. И создавал аварийно опасные ситуации. Чтобы остановить лихача, полицейские применили огнестрельное оружие. Предупредительный выстрел невразумил нарушителя. Машина съехала в кювет после прицельного огня по колесам. В ходе медицинского освидетельства не установлено, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составлено 15 протоколов по нескольким статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Амич едва не погиб на железнодорожном переезде. Инцидент в Калачинском районе. 30-летний водитель за рулем «Лады» не заметил закрытый шлагбаум и на скорости въехал в него. Кузов машины сильно поврежден. Нарушитель госпитализирован. Сейчас находится в реанимации. Установлено, мужчина был пьян. На него составлено 6 административных материалов. Грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года. Отметим, с начала 2024-го в Омске зафиксировано 74 аварии с пьяными водителями. 6 человек погибли. 115 пострадали. Иностраницы, двое россиян организовали в Омске канал незаконной миграции. Информация от Федеральной службы безопасности. Установлено, мужчины помогали незаконно пересечь границу жителям центрально-азиатских стран. Фигурантов задержали в ноябре прошлого года. Уголовное дело рассматривал Иссель-Кульский городской суд. Вина доказана. Автомобиль, на котором перевозили иностранных граждан, изъят и передан в собственность государство. Иностранному гражданину назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Граждане Российской Федерации приговорены к одному году лишения свободы в колонии общего режима и к пяти годам четырем месяцам в колонии строгого режима. Запах газа и риск аварии. В редакцию телеканала Омск ТВ обратились жители дома номер 162-Б по улице Орджоникидзе. 19 июля в пятом подъезде произошла утечка бытового газа. На место прибыла аварийная служба. Проблемный газопровод тут же перекрыли. Без ресурса на двое суток осталось 15 квартир. Сейчас есть и газ, и риск дальнейших утечек. Для решения вопроса нужна замена трубы, уверены местные жители. Однако газовщики снова и снова латают поврежденный участок. Я начала звонить в техносервис в субботу, но там дал Горгаз два номера телефона. Один вообще не отвечал, а второй телефон автоответчик говорил, извините, выходные, мы не работаем, все вопросы в понедельник. Пришлось обратиться снова в Горгаз. Те опять сказали, что ничем помочь не можем, решайте этот вопрос всех сервисом. Местные жители признаются, проблеме не первый год. В газовую службу обращаются регулярно. При обнаружении утечки мастер приезжает на ремонт, но о замене газопровода и речи не идет. Инна Николаевна в этом доме живет давно. Впервые почувствовала сильный запах газа почти два года назад. Из-за этой проблемы получается под угрозой стоит не только подъезд, но и весь дом. То есть если сработает где-то взрыв и все, то из этой пожары и жертвы будут. Кто-то уезжал либо к родственникам и помыться, и детей помыть, и с готовкой. Но вообще надеялись, сначала надеялись на лучшее. То есть все-таки оперативно сработает, устранят проблемы. Проблемы с газом в Омске уже приводили к трагедии. О последнем случае телеканал Омск-ТВ рассказывал. 20 июля на 19 и 20 линиях произошел крупный пожар. Один человек погиб, пять домов сгорело, 25 повреждено. Возгорание началось из-за хлопка газа во время устранения аварии на коммуникации. Сейчас пострадавшим оказывают материальную помощь. А жители дома на Арджиникидзе боятся стать жертвами подобной трагедии. Конфликты из-за вырубки деревьев. В Омске это не редкость. Очередной скандал во дворе дома номер 17 по улице Заозерное. Местным жителям потребовались парковочные места, и они решили избавиться от зеленых гигантов. Однако часть соседей против таких перемен. Людмила Таранникова говорит, раньше все наслаждались прохладой и свежим воздухом. Сейчас все иначе. Нам старший по дому, действующий по данному адресу нам, объявил в общем чате, что, допустим, на завтра-послезавтра намечены работы по спилу и кронированию деревьев. В прошлом году соседи разделились на два лагеря – за и против вырубки. Наши собеседники запросили план по сносу деревьев. И в мэрии, и в управляющей компании проигнорировали просьбу. Однако это не остановило борцов за экологию. Мы вышли группой, мы просто не дали техники к ним подъехать. И вот они остались, и вот в этом году опять возник тот же вопрос. Деревья здесь соседи садили сами, ухаживали. Да и зеленые гиганты в долгу не оставались. Защищали от солнца и пыли. За счет только этих деревьев мы, да, и воздух очень мало того, что выбросы, еще плюс к тому вот эта жара невозможна. Честное слово, невозможно. Вот дышать просто нечем. Редакция телеканала Омск ТВ запросила комментарий администрации Советского округа. Разрешение на кронирование и вырубку деревьев действует один год. Таким образом, разрешение, выданное в конце мая прошлого года, уже недействительно. Если необходимы дополнительные работы по вырубке и кронированию деревьев, нужно вновь направить документы. Таких документов по улице Заозерная, 17, в округ в этом году не поступало. К тому же в летний период кронирование и вырубка деревьев запрещены, поскольку вегетационный период закончился. Такие работы проводят в осенне-зимний период. Получается, любые работы с деревьями сейчас будут незаконны. Жители дома номер 17 провели собрание. Решили восстановить благоустройство во дворе. Высадить новые деревья планируют весной следующего года. Еще 6 миллионов на благоустройство ТЮЗа. Информация с портала госзакупок. Напомним, первый этап капитального ремонта обошелся примерно в 20 миллионов рублей. Второй почти в 36. Сейчас мэрия ищет подрядчика для реализации третьего этапа. Планируется обновить покрытие нескольких пешеходных зон, дорожку в центре сквера и входы со стороны улицы Чкалова. Для мощения необходимо использовать гранит Южно-Султаевского месторождения. Этот материал ранее уже использовали при благоустройстве сквера. Срок завершения до 1 сентября. Заявки на участие в аукционе принимают до 5 августа. Нападающий омского авангарда Владимир Ткачев пропустит первую половину сезона. Всему виной травму. Форвард получил разрыв ахилового сухожилия на индивидуальной тренировке. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Антон Курьянов. Хоккеиста прооперировали в Москве. Сроки реабилитации неизвестны. 28-летний игрок может выбыть на полгода. Терять лидера команды накануне старта сезона, безусловно, очень неприятно. Однако никакой паники у нас нет. Она сейчас никак не поможет делу. Подобные ситуации – часть профессионального спорта. И задача спортивного блока сейчас состоит в том, чтобы найти эффективное решение, оптимальное для команды. В ближайшее время проведем консультации с руководством клуба и главным тренером. Впереди много работы. Растяжка, приветствие тренера, разминка. Вот с чего начинается тренировка волейбольной команды «Амичка». К новому залу привыкает Анна Мирошниченко. До этого сезона выступала за «Корабелку». Это клуб из Санкт-Петербурга. Принципиальный соперник Амичей. Впрочем, такое положение девушку не пугает. В спорте переходы – дело обычное. Я вообще всем довольна. Мне очень нравится город Омск. Мне напоминает Красноярск. Очень мне нравятся эти города. После разминки – общая физическая подготовка. В этом году команда дебютирует в Суперлиге. Анастасия Лопата уже выступала на таком уровне. Игрок опытный. Говорит, шансы у «Амички» хорошие. Главное – набрать форму. Связующая недавно присоединилась к команде. Впечатления самые замечательные от команды, от тренерского штаба, от девчонок, в целом, вообще от руководства. Пока самые приятные. Пока не начали серьезно готовиться и работать, и требовать результат, пока все замечательно. Четкий удар, грамотный прием, блок под сеткой и доигровка. Каждый спортсмен отрабатывает ключевые элементы. Тренировки сейчас проходят в усиленном режиме. Тяжело. По два с половиной часа утром и вечером очень тяжело. Мышцы забиты, все болит, но мы стараемся. Не меньше физики, важна психология. Результат зависит от взаимодействия коллектива. В команде много новых игроков. Пока атмосфера дружеская. Вновь выступать за «Амичку» приехала Ольга Афонина. Рада вернуться в родной город. Теперь семья сможет посещать все домашние матчи. Тренировки стали намного интенсивнее, тяжелее. Но стараюсь справляться. А пока одни спортсменки работают над приемами на поле, другие – над физической формой в тренажерном зале. За подготовку к Суперлиге теперь отвечает Андрей Подкопаев. Новый главный тренер «Амички» ранее довел московское «Динамо» до серебра чемпионата страны и до бронзы Кубка России. С омской командой уже познакомился. Активно включился в работу. Задача будет, прежде всего, оставаться в Суперлиге. Точно мы усилимся. Будет у нас иностранка. Поэтому по ее приезду будет уже видно, насколько мы будем готовы. Сами девушки, хоть и говорят, что тренировки стали сложнее, на нагрузку не жалуются. Исправно выполняют задачи нового тренера. Очень хороший тренер. Мне безумно все нравится. Думаю, команде тоже. Учит новому, помогает нам во всем, подсказывает, что и как. Ну, что и должен делать главным тренером, я думаю. В этом сезоне, как и в прошлых, поддерживать команду будет генеральный партнер. Теперь в Суперлиге. На плечах «Амички» больше ответственности. Очень довольны, что «Амичка» перешла эту ступень, вернулась в Суперлигу. Самое главное, теперь виден новый горизонт впереди. Существуют новые цели, задачи. Большая нагрузка на руководство клуба и тренерского штаба, потому что команда серьезно обновилась. Тренироваться легче, когда знаешь, к чему готовишься. Расписание матчей известно. Ближайшее, наверное, соревнование – это Кубок Сибири и Дальнего Востока на призы губернатора Омской области. Такой исторический турнир, на самом деле. Этот год, это такой уже, как сказать, год возрождения этого турнира. Давно в таком формате не проводился. Сейчас у нас в Сибири и на Дальнем Востоке сложилась такая положительная в плане женского волейбола ситуация. Появляются новые команды. В принципе, неплохие команды с хорошими перспективами. С 3 по 9 сентября в Екатеринбурге пройдет предварительный этап Кубка России. А первый тур Суперлиги для Амички стартует 14 сентября. Дебют против Спарты из Нижнего Новгорода. Лабиринты, бег и детский смех. В оздоровительном лагере «Спутник» прошел спортивный праздник. Активисты Омского футбольного отделения «Динамо» подготовили конкурсы и эстафеты. В лагере 8 отрядов. От каждого участия приняли по 10 человек. Мы приехали в детский оздоровительный лагерь «Спутник» для того, чтобы провести большой физкультурно-спортивный праздник. Называется он у нас «Динамовская радуга». Праздник мы этот проводим уже на протяжении больше 10 лет, наверное, уже. Ну, как минимум. То есть 10 лет точно мы этот праздник проводим. Здесь именно на территории «Спутника» всегда мы. То есть у нас традиция эти мероприятия проводить здесь. Ну, самое главное заключается в том, чтобы, конечно же, мы, как физкультурно-спортивное общество, привлечь детей в физкультурной деятельности, вовлечение в физическую культуру, занятие спортом. Ну и самое главное, чтобы они почувствовали командный дух. Перед началом соревнований ребятам раздали маршрутные листы. Там указаны станции. На каждой остановке свое задание. Засчитывался результат каждого члена команды. В роли судей – вожатые. Моя станция называется «Радужная дорожка». Детям нужно собрать по цветам такие вот кубики, конусы. И донести до мест задание на время. Они радуются, быстро бегают. Начинается у них поддержка, такая мотивация. Бег, прыжки на скакалке, подтягивания, метания в цель. Самое интересное – лабиринты, комплексная эстафета. Представители омского отделения «Динамо» привезли батуты с извилистыми путями и препятствиями. В этом году я участвую в «Динамо». Мне больше всего понравился эстафета «Лабиринт». Но я немного ободрала локоть, но было весело. В этом году я не участвовала в эстафете. Участвовала в прошлом году. Больше всего мне понравился и запомнился «Лабиринт». Во время спортивного праздника – смех и подбадривающие кричалки. В финале каждого участника наградили сладким призом. Больше новостей в нашем телеграм-канале. Куар-код на экране. Куар-код на экране.